Всем привет! Шестая посылка от Диагостиния к нам приехала. Четыре номера журнала. Реклама какая-то здесь. Больше ничего от Диагостиния собирать не хочу, поэтому нам это не надо. Значит у нас здесь 17, 18, 19 и 20 выпуски. И мы собирать будем с вами сегодня передний мост. И по-моему даже одну переднюю рессору. Давайте начнем со сборки по очереди. И сразу извиняюсь за свой гундос и голос. Ребята, болею. Поэтому снимаем все это дело с таким вот голосом. И кстати сразу всем желаю не болеть. Номер 17. Здесь у нас находятся какие-то части от рамы. Насколько я понимаю, давайте собирать. Смотреть что это, куда это и как это. Вытряхиваем все содержимое. Здесь у нас какие-то трусики. Утомлять вас процессом вот этим долгим всей этой сборки нет никакого желания. Поэтому мы как обычно сейчас просто возьмем все это дело пособираем. Кстати да, обратите внимание на коврик. Он немножечко потерял форму. Но не потому что коврик говно, а потому что мы на него шаську поставили. И его вот так вот покорежило весь. Надеюсь, что он обратно выпрямится. Значит нам нужно необходимо собрать все, что у нас есть в этом выпуске. Детальки тут наполовину металлические, наполовину пластиковые. Вот это какая-то штука металлическая. Собственно давайте как обычно, ребят. Да не то, что как обычно, а просто так удобнее сейчас будет. Мы это все дело соберем и покажем вам по итогу, что получается из каждого выпуска журналов. Поэтому погнали. Неожиданно для меня сейчас мы устанавливаем двигатель. Друзья, я не думаю, что это так быстро будет. Значит, что мы тут прикрутили из этого выпуска. Эту распорку, вот эту распорку и вот эту распорку переднюю. Установили тройник со шлангами и топливную, как я понимаю, магистраль проложили. Половина из нее это металлическая проволока и гибкий вот такой вот шланг. Далее по инструкции нам необходимо установить двигатель. Достали мы его из нашей коробки, даже не запылился. И вспомнил я, ребят, что я забыл стартер на нее прикрутить. У меня вот так вот стартер полтается. Я вот думаю, что не будет, но у меня потом проблем в плане того, что придется потом все разбирать вообще. Но ладно, что-нибудь придумаем. Если что, на корняк я его просто приклею. Потому что внутри там забыл винтик закрутить. Ладно, давайте, значит, по инструкции, как нам и показывают. Установим двигатель, прикрутим его винтами. Ну, ой, и, собственно, покажем вам, что у нас получается. Двигатель установили. Также передний бампер поставили. Хотел я было подключить топливную магистраль, топливный штанг. Ну, вот этот вот штыречек у нас отломался при сборке двигателя. Починить легко. Просто сверлом на 1 мм просверлим и штифт туда вставим, вклеим. И потом оденем вот эту топливную трубочку. Двигатель прикрутился на 5 винтов. 2 винта у нас от раздатки, если можно так сказать. 2 винта на подушке. И одним винтом еще вот здесь вот мы его закрепили. Вот такая вот красотенька получается. Ребят, по ощущениям, все это, знаете, такое очень хлипкое, хрупкое, нежное и хрустальное, я бы даже сказал. То есть нет вот этой уверенности, надежности, что ты держишь в руках прям детали, запчасти, которые подлежат каким-то силовым нагрузкам. Может быть, все это и должно быть таким, я не знаю. Но, ребят, так как мы занимаемся радиоуправляемыми моделями, по большей части, то для меня вот такая вот хлипкая конструкция сейчас, ну, даже страшно собирать, скажу вам так. В руках держишь, оно все шатается, болтается, винты эти все как-то очень так лебезно закручиваются. Чуть-чуть ты перетянула, его сразу же срывает этот винтик. В общем, ну, пока что такие не совсем приятные впечатления у меня от сборки этого УАЗика, ребят. Я об этом в каждом выпуске почти что говорю. Так, ладно, переходим далее к 18-му выпуску. Здесь у нас начинается мост. И давайте сразу посмотрим, что он из себя вообще представляет. Конечно же, он нефункциональный. Конечно же, нефункциональный. Было бы странно вообще увидеть здесь функциональные мосты. Скажу, ребят, вам то, что нам, по идее, вообще вот этот мост нафиг и не нужен. Мы будем делать УАЗик радиоуправляемым. Поэтому мосты на него мы будем ставить от нормальной модели. Здесь все силуминовое, металлическое. Ну, прикольно, что он тяжелый. Прикольно, что он металлический. Как это все собирается, я пока что еще не знаю. Надо по инструкции посмотреть. Но он, еще раз повторюсь, нефункциональный вообще. Да и быть он им не должен, скорее всего. Ладно, ребят, давайте соберем. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну, это прикольно. Прикольно, но хлипко. Если издалека вот так смотреть, классно. Такой, думаю, что ништяк. Еще двигатель немножечко состарить. Я видел в группе, очень многие ребята уже это сделали. Всякими смывками, пылью и прочими ганностями его запылить. Замаслить, чтобы он как настоящий выглядел. Будет прям конфетка. Но, когда берешь это в руки и хочешь с этим что-то сделать. Ребят, ну, такое, ну, прям хрустальное. Я уже об этом говорил. Ладно, собираем. Значит, мы с вами сейчас 18 выпуск. Смотрим, что у нас получается. С 18 выпуском все. Значит, собрали мы половину переднего, как я понимаю, да, переднего у нас, поворотный кулак, переднего моста. Что хочу сказать. Ну, если вы делаете вот эту тему с винтиками, да, то делайте до конца. Почему у нас вот тут три винта с этой стороны, три винта с этой стороны и две заглушки. Ну, вот что мешало сделать четыре отверстия, четыре резьбы налезать и закрутить четыре винтика. И было бы красиво по кругу все это дело скреплено винтиками. Такая же самая потеха у нас. И где еще я видел такого же? И вот здесь вот, да, вот здесь вот, смотрите, вот. Две имитации каких-то винтиков и два винтика мы закручиваем. Опять же, что мешало еще два отверстия сделать и закрутить все это дело на четыре винтика. Было бы, на мой взгляд, красивее. И винтики, как по мне, ну, не знаю, не особо они тут вписываются. Можно было взять меньшие винтики, маленькие винтики. А можно было вообще заморочиться и сделать винтики под шестигранник. Такие есть винты, болты даже можно их назвать, маленькие болтики такие. На Алиэкспрессе продаются. Тоже в группе уже видел у ребят, которые собирают этот УАЗик. Многие уже поменяли вот эти винты на более красивые, более копийные. Так, карданный вал у нас здесь просто имитация, бутафория, пластиковые крестовины, которые еще и не работают. Только вот так вот, только и все. Это все, что можно с ними сделать. Внутри, естественно, в мосту у нас никаких шестеренок не будет. Поворотный кулак. На вот таком вот длинном винте он держится. Вот на таком длинном винте закручивается. Небольшой люфт. Ну, как небольшой, такой нормальный люфт, я бы даже сказал. И у нас без каких-либо подшипников, просто на вот эту ось одевается колесо. И опять же колесо, ну мы его прикрутим, понятное дело, вращаться оно не будет. То есть модель у нас полностью статичная, никуда не ездящая. Можно, конечно, заморочиться, хотя, не знаю, можно или нет. Да, наверное, можно выточить новую ступицу. Здесь вот на винтике она прикручивается под подшипники. Посадить сюда хотя бы два подшипника и все это дело прикрутить, чтобы колесо вращалось на подшипниках. Но, еще раз повторюсь, так как нам эти мосты абсолютно не интересны, мы будем использовать свои мосты нормальные от какой-нибудь другой модели, от какой я еще, ребят, даже не знаю, не подбирал, не смотрел. Все это дело, всем этим, точнее, мы займемся, когда соберем корпус УАЗика, когда будем знать его ширину, будем подбирать на него мосты. 18 выпуск в сторону, переходим к выпуску номер 19. Здесь у нас, насколько я понимаю, рулевая трапеция. Вижу здесь поворотный кулак, вижу рулевые рейки, вижу корпус редуктора, вторую часть. Ладно, давайте вскрывать, собирать, смотреть, что у нас по итогу получается. По вышке точно. Собрали передний мост, вот что у нас получается. Рулевой механизм у нас рабочий, мост увесистый. Больше сказать по нему нечего, все собирается на, даже не на втулке, а просто, я не знаю, как это назвать, на винтике что ли. Ну, короче, люфты везде присутствуют, вот такие вот прям большие. Эта штука пока еще отваливается. Как я понимаю, на колесо он будет прижиматься. И здесь у нас еще должны подключаться всякие трубочки. Ну и последний выпуск у нас тут рессора. Интересно, функциональная она или нет. Какая-то пружинка. И рессора у нас, да, ребята, она функциональная. Она сделана из металла. Пакет рессор. Довольно такие они. Довольно жесткие. Это амортизатор, да? Да, это амортизатор. Неплохо, ладно, хотя бы металлический. И на этом спасибо. Спасибо, что он не пластиковый. Внутри пружинка и он у нас вот так вот работает. Вот я не понимаю, я не понимаю, ребят, знаете чего? Вот рессоры металла. Это металл. А скобки пластиковые. Ну что, неужели нельзя было металлические скобки эти сделать? Ну вот, ладно, давайте соберем. Как я понимаю, мы сейчас одну рессору поставим даже. И, наверное, даже можно будет мост закрепить. Сейчас узнаем. Все, мы собрали 4 выпуска. Вот что у нас получилось. Брать эту конструкцию в руки даже немножечко страшно. В общем, мы установили рессору переднюю. Смотрите, ребят, как это все дело здесь люфтит. На один винт прикручено. Просто на один винтик. Но это дело все прижмется еще колесом. Сзади у нас здесь, получается, мы сделали, провели всю магистраль. Шланги установили. Обратно поставим, чтобы не развалилось. Подключили также все это дело вот здесь. Рессора прикручивается. Амортизатор, как вы видели, внутри с пружинкой. Насчет работы всей этой подвески я даже не знаю. Давайте попробуем, что ли. Немножечко сжать ее. Ну, что, в принципе, что-то там у нас... А, ну да, смотрите. Смотрите, когда мы прожимаем подвеску, у нас... Вот здесь вот... Все это дело болтается. То есть, не серьга вот эта работает, а у нас получается за счет того, что ничего не закреплено нормально. И нормально закреплено оно не будет. Потому что никаких больше отверстий для крепежа я здесь не вижу. В общем, под радиоуправление здесь переделывать нужно будет все. Все вообще, все переделывать. И крепление, рессор переделывать. И сами рессоры, скорее всего, брать какие-то другие, наверное. Амортизаторы сразу под замену, потому что это полная шляпа какая-то. А даже зачем там пружинка, непонятно. Для чего там эта пружинка, когда у нас такие дубовые рессоры. Ладно, ребят, значит, на этом мы заканчиваем. Там дальше еще по инструкции нам предлагают колесо прикрутить. Но я до сих пор на диск еще шину не надел. Потому что шина очень жесткая. Надевать вообще смысла не вижу. Потому что я на этих шинах и на этих дисках модель эксплуатировать эту не буду. Вот, поэтому грузик этот мы откладываем в сторону. И вот он, вот они 20 выпусков от Диагостини УАЗ 469. Собери легендарный автомобиль, ребят. Продолжаем собирать легенду. Друзья, с вас лайк. Не болейте, будьте здоровы. Всем удачи. Увидимся в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok